Сложно поверить, но еще несколько дней назад там, где сейчас едут автомобили, вообще не было дороги. Этот участок от скалы до устья реки полностью смыло водой. От большой земли отрезанными оказались почти 200 человек. Добраться в аул на Джиго можно было только пешком по горным тропам. Восстановительные работы идут без остановки. Рабочие сменяют друг друга каждые сутки. В данный момент зачищение речки идет. Вывозим балласт, расталкиваем, очищаем русло речки, чтобы протоки были хорошие. По восстановленной дороге в аул на Джиго сегодня проехал и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев лично убедился, что движению ничего не мешает, а местные жители без проблем могут добраться до большой земли. Этот участок еще будут доделывать, чтобы привести в первоначальный вид. Получается, мы сейчас стоим на вновь отсыпанной дороге. Вновь отсыпанной, вот мы ее сейчас сделали. Вот стояли экскаваторы и вот сюда заносили и все это сдвигали. Этого ничего не было, я стоял под скалой, тут обрызгал. Она сейчас в гравитном исполнении, а потом будет асфальт. А потом асфальт, да. Мы в рамках ЧАЭС сейчас. Трудно представить, что сейчас вообще не было никакой дороги. И вот мы стоим, это вновь отсыпанная дорога. Это, я хочу сказать, на самом деле, за столь короткий срок колоссальный объем работы. Колоссальный объем работы. То есть вот те населенные пункты, которые были отрезаны, сегодня снова живут в нормальном ритме. Вместе с дорогой ремонтируют и электрические сети. Новую подстанцию уже установили вместо той, которую смыла река Макапсе. Активно идут берегоукрепительные работы и чистка русла горной реки. Каждый из таких тетроподов весит почти 8 тонн. Их устанавливают вдоль берега, чтобы гасить потоки воды и защищать дорогу от разрушения. Но волна была такой силой, что бетонные конструкции просто разбросало по руслу реки. Сейчас их количество увеличат и установят на протяжении полутора километров около трех тысяч защитных элементов. В самом горном ауле даже настроение людей не напоминает о прошедшем стихийном бедствии. Местные жители, как бы между прочим, рассказывают Вениамину Кондратьеву, что уже разобрали все завалы дома и почистили улицы. Людям практически сразу после потопа привезли дизель-генераторы для электричества и еду с водой. Первый же день мы организовали субботник, мы все здесь расчистили на территорию. Вы знаете, в чем вы молодцы, вы сами все организовали, а вам нужна была только помощь. А работу вы сами изначально взяли, завели всех и максимально сделали свой большой дом чистым. Да-да-да, мы здесь все очистили, все сделали, с водой тоже быстро наладили. Вам огромное спасибо, говорят, мы сами. И вот люди стоят, мы сами. Потому что вы большой свой дом взяли, начали приводить в порядок. Не ждали никого. Вы знаете, я заехал в ваши аулы, знаете, и сердце радуется. Потому что взяли и сделали. Заканчивают генеральную уборку и жители поселка Аше. Здесь большая вода тоже принесла разрушение. На эту улицу, по которой сейчас спокойно ходят люди, после ливня добраться можно было только на лодках. Глава региона зашел во дворы пострадавшей от стихии. Там пообщался с жителями и узнал, нужна ли им еще помощь. Приводить в порядок жилье пострадавшим людям помогают волонтеры. Они расчищают грязь и убирают завалы. В селе Нижнее Макапсе люди попросили губернатора ускорить восстановление разрушенного пешеходного моста через реку. Чтобы сделать все качественно, понадобится не меньше 20 дней. Еще один вопрос, который волнует жителей. Установка защитных конструкций вверх по устью реки. Они помогут уменьшить силу потока воды. Но инфраструктура в том месте относится к федеральной трассе. Однако это не оправдание для власти, замечает губернатор. Тем более, когда речь идет о человеческих жизнях. Там на федеральной дороге, где мост был, там было укрепление. Железная дорога бетонная. Ее тоже смыло. И надо федеральным дорожникам говорить, чтобы делали проехать. Давайте так. Федеральные, не федеральные. Мы четко должны понимать, что зон ответственности наша перед людьми, нашими жителями. Поэтому давайте искать способы, а не отговорку, к чему мы не можем. Пожалуй, самое главное сейчас – это погода. Чем дольше продержатся солнечные дни, тем быстрее закончат восстановление пострадавших территорий. По прогнозам синоптиков, грозовой фронт от Сочи отошел, и ближайшую неделю здесь ожидается ясная и теплая погода. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань, 24, Сочи.